Наконец от Шахдага мы добрались до Гянджи. Посмотрите, какие монументальные стены здесь возведены на въезде в город. Сразу чувствуется влияние восточной культуры и восточного духа. И вы даже не представляете, какие потрясающие пласты истории нас ждут в этом древнем городе. Итак, вперед! Друзья, мы наконец попали в Гянджу. Вы видите исторический комплекс за нашей спиной. Это наш брат Артур. Салам алейкум. Алейкум салам. Посмотрите на его орудие производства. Это такая гранатомет просто дальнего радиуса действия телевизионный. Вот здесь мы отсняли эпизод, начальный эпизод нашего очередного фильма. И завтра мы будем продолжать съемки уже в самой исторической части города. Дорогие друзья, посмотрите, какая красота. Завораживающая красота. Это старый караван-сарай в центре города Гянджа. И здесь мы продолжаем съемки документального фильма исторического, который посвящен самым славным страницам расцвета мусульманской цивилизации в наших городах, таких как Гянджа, Дербент, Бухара. Все то, что от нас было скрыто долгие годы советской власти, мы страница за страницей будем раскрывать, исследовать и рассказывать вам. Завтра у нас еще продолжение съемок. Именно в этом антураже. Дорогие друзья, доброе утро, салам алейкум. Мы сейчас в центральном парке города Гянджа. Вы видите за моей спиной наш брат Джавид, который помог нам в организации этих съемок. Наш брат Артур, оператор Сан Малин, сотрудник местного управления по охране памятников культуры. Мы здесь сняли потрясающие эпизоды нашего фильма о том, как в самый тяжелый период истории мусульманского государства, государства аббасидов, объединились три самых крупных, самых мощных мусульманских народа. Это арабы в лице аббасидов, тюрки в лице сельджуков и персы в лице блестящих интеллектуалов, таких как Низамуль Мульк, таких как Абу Хамед Аль-Газали, таких как Абу Исхак Аш-Ширази. В то время Персия была оплотом суннизма, и было огромное количество ученых, суннитов по происхождению, которые были персами. Даже имам Аль-Бухари был персом, понимаете? Поэтому они внесли огромный вклад. Так вот, три народа, арабы, тюрки и персы, объединились ради спасения единства и величия мусульманского государства в тот момент, когда оно ослабло. И самое интересное, что город Гянджа, в котором мы проводим съемки, а также дагестанский Цахур, высокогорный Цахур, а также другие города мусульманского мира, в том числе Бухара, они стали на тот момент просто центрами сплочения, сплачивания мусульманского мира. И мы эту историю будем вам рассказывать, шаг за шагом раскрывая, через что именно достигается единство и величие мусульманского мира. Именно через объединение всех мусульман на одной идее и на основе мусульманского братства. Аминь. До скорых встреч.